И всем привет, дамы и господа, с вами Синьор Гусь, и сегодня я вам расскажу про всю боль в игре Сталкрафт. Предыдущее видео с такого формата подорвало жопы многих, поэтому мне захотелось продолжить эту рубрику, дабы просто рассказать про свои впечатления от разных игр. Я прошу не воспринимать это как обзор, это мое личное мнение, поэтому присаживайся поудобнее, берите вкусняшки, и всем желаю приятного просмотра. Врубай заставку и погнали! И начнем мы, наверное, с крафтов. Крафты меня довольно-таки взбесили своей тупостью, потому что вы можете скрафтить определенный предмет только на одной локации, к которой он привязан. Допустим, вы хотите скрафтить АКС-74, чтобы пойти на АК-74М. И вы не можете скрафтить предыдущий автомат на новой локации, вам надо вернуться с фотона на лодочную станцию, скрафтить этот калаш, а потом вернуться обратно на фотон. Это тупое растягивание геймплея, эта беготня из одной локации в другую жестко заебывает. Ты человек, и ты можешь забыть что-то скрафтить, и пробежать на локацию в бар, а потом понять, что ты что-то забыл скрафтить на лодочной станции, и тебе опять придется бежать через всю карту. Почему нет каких-то путеводителей, которые за деньги в игре тебя бы тэпнули на другую локацию? Да, это сильно бы упростило бы крафт, но бегать по тысяче раз туда-сюда – это тупо. Поэтому советую всем игрокам добиваться максимального уровня локации, крафтить все на ней и только потом идти на следующую, чтобы не попасть в такой просаг. И не бегать часами только ради крафта. Я не знаю, как разработчики позиционируют эту игру для себя и игроков, но боты в ней настолько люты, как и игроки. Зачем нужно делать настолько жестких ботов, я не понимаю. Они видят тебя сквозь стены, стреляют через деревья с густой листвой, и видят тебя очень далеко. И порой ты не можешь их отличить от игроков, когда они по тебе стреляют. Из-за чего я очень частенько умирал. Эти юбаные собаки могут за тобой пробежать до конца локации. Почему у них нет ограничения территории рядом с их логовом? Я просто этого не понимаю. Да, вы можете сказать, это хардкор, выживи или умри. Но как по мне это бред. Потому что в любой момент может пробежать ебаный ублюдок на игроке и забрать тебя в спину. Во время фарма опыта на локации. И вам надо воевать и с теми, и с теми. Отчего горит за жопа знатно. Почему в игру не добавили стелс? Для того, чтобы бесшумно убивать ботов. Обычно бывает так. Ты видишь логово бандитов, сталкеров или военных, приходишь туда, громко убиваешь их из автомата, и после их убийства на тебя раненого выскакивает игрок и просто убивает тебя. У меня такие ситуации были очень часто. И не всегда ты можешь выйти победителем. Чаще всего тебя убивают и лутают. Так что будьте бдительными и осторожными при фарме крипов, потому что они тоже могут дать нехилое сопротивление. Ой, блядь. Это отдельная боль. Объясняю. При убийстве другого игрока вы можете забрать с него патроны, бусты, то есть еду, аптечку и артефакты. Больше ничего. Когда вы находите у игрока его рюкзак с теми или иными вещами для крафта, вы не можете его открыть и забрать оттуда ресурсы. Но просто объясните мне тогда, зачем эти долбоебы лежат в кустах и кемпят? Я, блядь, этого не понимаю. Рассказываю вам свою ситуацию. Я бегал и собирал ресурсы. И меня из-за перевеса сожрали собаки. Да, в этой ситуации я сам был виноват. Но я пришел забрать свои вещи, и меня убивает чел. Второй раз прихожу снова за своими вещами, и он меня убивает опять. Я подумал, но подожду, пока ему не надоест, и пришел спустя 10-15 минут за своими вещами. Забрал их, и он опять меня убивает. При этом эти вещи он даже не трогал. И просто вот вопрос, зачем ты, блядь, меня кемпил, идиот тупой, если ты даже ничего не взял? Если бы хотел меня побесить, у него это прекрасно получилось. И, блядь, из-за таких ситуаций реально хочется дрогнуть игру и не играть в нее. Потому что есть такие долбоебы на игроках, которые сидят и кемпят непонятно ради чего. К этому у меня нет никаких претензий. Так же, как и по обочным квестам. Все сделано круто, имеется озвучка основных квестов, и вам не придется читать тонны диалогов. Тут, конечно же, лайк разработчикам за такую фичу. Сюжет не муторный, динамичный, но для того, чтобы по нему идти дальше, вам надо жестко гриндить и крафтиться, чтобы просто пройти дальше. Так бывает во всех таких играх. Игра откровенно намекает на то, что тут присутствует pay to win. В игре есть кейсы, которые вы можете крутить. Также вы можете с самого начала игры покупать разнообразные наборы новичка, которые облегчат ваше начало. К сожалению, могу сказать, что это жесткий минус к этой игре. Но при этом мне за два кейса выпали вот такие предметы, чем я очень рад. И ты можешь получить крутые предметы в игре с самого начала. И тебе не понадобится прокачка локаций. Пойцы с игроками станут намного легче. И ты просто потеряешь интерес к игре. Также есть разнообразные промокоды ютуберов, которые дают вам много полезных вещей в начале игры. Но как по мне, это все же огромный минус. В заключении, хочу сказать, что игра мне понравилась. Несмотря на все то, что я сказал ранее. Да, в игре есть куча разных багов, поломанная система паркура. Но все же, несмотря на это, игра запала в мое сердечко. Своей простотой. Собирай друзей и иди играть. От этого тебе будет веселее. Надеюсь, вам это видео понравилось. Если вы хотите, чтобы я сделал нарезку со смешными моментами в игре, то пишите об этом в комментариях. До встречи в новых видео. Всем пока-пока.